МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С сегодняшнего дня оплата за обращение с ТКО в отдельной строке. Единый тариф на одного человека не превысит и 75 рублей в месяц. Арифметика проста. Для семьи из трех человек, которые проживают в квартире площадью 33 квадратных метра, рост за услугу вывоза мусора составит 2,5%. 4,1 для семьи из пяти человек. Для одинаково проживающего гражданина 33 квадратных метра рост не произойдет. От человека, проживающего в трехкомнатной квартире, произойдет снижение в 2,2 раза за услугу. В Вальковском районе, как самое неблагоприятное по величине роста платы за коммунальную услугу, максимальный рост может составить 15% для семьи из шести человек. В Чебоксарском районе произойдет наименьший рост платы для жительных квартир и жилых домов. Максимальное снижение для одинаково проживающего в трехкомнатной квартире поселка Кубеси составит 248 рублей или 6%. К вывозу мусора по новой системе в республике уже приступили. Региональный оператор привлекает более 40 перевозчиков. Во всех районах на сегодняшний день, на сегодняшний момент все перевозки ведутся, в городе Чебоксары тоже ведутся, кроме спецавтохозяйства. На сегодняшний день спецавтохозяйство не вывело машины на линию, но мы этот вопрос решаем при помощи других перевозчиков. Со стороны регионального оператора все сделано для того, чтобы муниципальное предприятие оставалось на рынке перевозок в городе Чебоксары. К нами подписан договор и направлен в адрес спецавтохозяйства. Спецавтохозяйство нарушает и другие условия. Предприятие, как того требует правила, не предоставило GPS-навигацию для машин и реестр мест накопления отходов. 30 сентября утром нам был передан договор от рекоператора, да, действительно подписан с их стороны, но там был добавлен пункт, изменен вернее пункт 1.1 договора. Пункт предусматривает право регионального оператора в одностороннем порядке изменять места сбора и объемы вывоза ТКО, письменно уведомив это спецавтохозяйство за три дня. Возникает риск, что по заявке рекоператора объем работ сах может сократиться в разы. Мы дополнили этот пункт следующим содержанием. Изменение мест вывоза ТКО, мест накопления ТКО, объема вывоза ТКО осуществляется исключительно по согласованию и согласию исполнителя. В течение сегодняшнего дня регулируется этот вопрос, то есть внесение изменений полностью в договор. Все равно будет конкурс, а на конкурс все определится. И цена, и условия, и так далее, вот эти все вещи. А сейчас это временно, главное не будоражить ситуацию. Полная ответственность за вывоз мусора и весь комплекс услуг в сфере ТКО лежит на региональном операторе. Председатель правительства поручил улегурировать спорные вопросы. Переход на новую систему обращения с коммунальными отходами должен решить проблему стихийных свалок. Иван Моторин отметил, что для региона это приоритетная задача. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика. В Нижнем Новгороде прошел межрегиональный форум прокуратур Приволжского федерального округа. Обсудить успешные практики формирования комфортной городской среды и трудности, возникающие при благоустройстве территорий, собрались руководители прокуратур ПФО, главы регионов, представители местного самоуправления и общественности. Подобный тематический форум проводится впервые. Эта тема, которая, я не побоюсь этого слова, затрагивает практически всех людей, всех граждан нашей страны. Каждый человек рассчитывает и желает жить в комфортных условиях, в достойных условиях. Всем нравится, когда чистые подъезды, убранные улицы, дворы и так далее. И понятно, что государство наше уделяет достаточно серьезное внимание этому вопросу, но на местах не всегда получается так, как мы хотим. Поэтому, конечно, прокуратура здесь тоже подключилась к этой теме. Мы наработали определенный опыт. Отвечая на вопросы журналистов, глава Чувашии Михаил Игнатьев обозначил направление, которым в республике уделяется особо пристальное внимание. Касая Чувашской республики, мы на самом деле реализовали три таких значимых проекта. Это реконструкция биологических очистных сооружений, модернизация водоканала по программе «Чистая вода», но и строительство на принципы государственного частного партнерства. Это полигон твердых коммунальных отходов. На самом деле, все эти вопросы, которые будут сегодня обсуждаться, они влияют на социальное самочувствие граждан. О практиках формирования комфортной среды в регионах продолжили говорить на дискуссионной площадке. Михаил Игнатьев в своем выступлении отметил, что в Чувашии за два года по приоритетному проекту благоустроено 116 дворовых территорий, 38 общественных пространств, 4 парка, установлено более 750 элементов игрового спортивного оборудования. На эти цели израсходовано почти 600 миллионов рублей. В 2017 году проект по реконструкции Московской набережной в городе Чубаксары вошел в реестр лучших практик по благоустройству. В Чубаксарах уже завершено благоустройство кадетского сквера. Раньше на этом месте был заброшенный пустырь, а теперь новое здание кадетского корпуса, перед которым разбит сквер с аллеями, детской игровой зоной, скамейками, цветниками и фонтанами. Люди говорят просто спасибо. Приоритетный проект формирования комфортной городской среды и меры прокурорского реагирования, я хочу это подчеркнуть, дали дополнительный мощный импульс в реализации данного проекта. Среди моментов, на которые необходимо обратить особое внимание во всех регионах, содержание спортивных игровых площадок. По словам Сергея Зайцева, они часто не имеют хозяев и могут быть небезопасными. Среди объектов, требующих постоянного контроля, и работа подрядных организаций. Заброшенные аварийные дома и здания в населенных пунктах. В Козловском районе при моем выезде, при организации приема граждан, с учетом того, что я услышал, от людей, пришедших на прием, были организованы сносы домов аварийных. И, разумеется, благоустройство территории. А где-то, может быть, сделано не все, но у нас есть четко выстроенные задачи. Определяемся вместе с Михаилом Васильевичем по их осуществлению. И, на мой взгляд, получается достаточно неплохо. Взаимодействие властей, правоохранительных органов и общественности в сфере благоустройства. Сказывается на комфорте и качестве жизнью населения. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Тепло в каждый дом. Сегодня, 1 октября, в столице Чувашии начался отопительный сезон. Как полагается, подавать тепло начали с детских садов и школ. С утра в теплое помещение пришли воспитанники 113 детских садов. Это 93% общего количества. В 8 доу выявили повреждения в трубопроводах либо теплоузлах. Но уже к концу дня их должны устранить. Потеплели батареи в 52 городских школах. В остальных 9 станет тепло также в конце дня. По графику начинаем работу, подачу тепла по всем жилым домам и расходу с детских садов. Есть проблемы по семи домам, где проводится капитальная ремонт система отопления. По контракту 4 октября должны завершить работы. До конца недели тепло придет и в 1830 многоквартирных жилых дома, которые подключены к централизованной системе отопления. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Этим зеленым кустикам уже два года. Сначала их выращивали в Чебоксарском питомнике, а сейчас привезли в самую северную точку республики, чтобы пополнить лесной фонд. Чуваша ежегодно присоединяется к всероссийской акции «Живи лес». Леса – это легкие нашей планеты. И, конечно, сегодня я уже об этом говорил, то, что перед нами стоит задача не только сохранения, но и приумножения этого богатства, этих лесов. К сожалению, мы видим, как погибают наши леса безжалостно. Это и пожары, и об этом уже мной было сказано. Несанкционированная вырубка, к сожалению, сегодня присутствует. Сегодня, как депутат Государственной Думы и профильного комитета, хотел бы также отметить, что ведется большая работа по части лесной реформы, по лесовосстановлению, лесовозведению. Пожары 2010-го памятны до сих пор. Они уничтожили в регионе тысячи гектаров леса. Все эти годы продолжается расчистка горельников и восстановление территорий. У нас прошедшая пожарами площадь составляет 10 тысяч гектаров. Из этих 10 тысяч гектаров уже на сегодня расчищено около 7 тысяч гектаров. Восстановлено на этой расчищенной площади около 4 тысяч гектаров. Удалось это сделать благодаря волонтерам и просто неравнодушным людям, которые приходят сажать деревья и осенью, и весной. Многие целыми семьями. Специалисты рассказывают, как это правильно сделать. После горельников в почве недостаточно микроэлементов. Приходится ее обогащать. Мы готовим торфяную жижу для того, чтобы микроэлементы, нужная органика попала вместе с корневой системой в почву. Мы взбалтываем торф в воде, подготавливаем смесь и смачиваем корневую систему наших семенцев в этой жиже. Участники акции высадили около 17 тысяч семенцев сосны. Кроме этого, во всех лесничествах республики собирают семена шишек, желуди, очищают лес от мусора. Зеленая неделя продлится до следующих выходных. И помощникам очень рады. Татьяна Трофимова, Сергей Янин, Валерий Резюков, Республика. В Урнарском районе по ходатайству следователя Судон заключен под стражу сельчанин, подозреваемый в покушении на убийство несовершеннолетней. По версии следствия, около 16 часов 24 сентября в Урнарском районе на автодороге между поселком Вурнары и деревней Вурман-Косы 49-летний сельчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к 14-летней девочке, которая отказалась проехать на автомобиле Lada X-Ray под его управлением, намеренно преследовал ее на этом автомобиле и совершил на нее наезд. Потерпевшая сейчас госпитализирована, ей оказывается необходима медицинская помощь. Подозреваемый задержан в ходатайство следователя Судон в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Он назначен ряд судебных экспертиз. В качестве свидетелей допрошены непосредственные очевидцы произошедшего. Также в ходе следствия подозреваемый будет проверен на вменяемость, для чего назначена судебная психиатрическая экспертиза. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследования уголовного дела продолжаются. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня Международный день пожилого человека. Долгое время в нашей стране таковыми принято было считать лиц, достигших пенсионного возраста, особенно если они вышли на заслуженный отдых. А во времена Пушкина пожилыми называли людей слегка за 40. Но, к счастью, с тех пор многое изменилось. Наши пожилые современники в большинстве своем бодруют духом и телом граждане с активной жизненной позицией, сохраняющие когнитивные способности, чувства юмора и творческие устремления. Начнем с того, что эти люди продолжают успешно трудиться в самых разных отраслях. Сергей, как самочувствие после вибрации? Нормально, хорошее. Хорошее? Да, самочувствие. Ну все, сегодня тогда будешь лежать, завтра будешь вставать, ходить, пить. Есть можно завтра чуть-чуть. Николай Иванович Теплов – хирург Ядринской районной больницы. Ему 62 года. Для врачей – это пора профессионального расцвета. Как жить без работы он не представляет. Хирург – образ жизни. Хирург без этой работы не может жить. Если он действительно хирург, он живет этой жизнью. Без этого не может он жить. Надо ему каждый день на период что-то делать. Здравоохранение и образование, промышленность, органы госвласти – во всех этих и других сферах опыт и мудрость пользуются большим авторитетом. Причем люди в возрасте продолжают уйти в ногу со временем, легко осваивают новые специальности, приобретают новые навыки. Только за прошлый год более 2,5 тысяч жителей Чувашии прошли курсы переподготовки или повышения квалификации. Каждый пятый пожилого возраста. Наиболее востребованными среди граждан пожилого возраста являются такие курсы, как курсы флористики, дизайна, курсы архивного дела, кадрового дела, курсы в области охраны труда. Мотивация у граждан пожилого возраста очень большая. Так, например, за прошлый год у нас порядка 500 человек прошло повышение квалификации и переподготовку. Особенно востребованы курсы компьютерной грамотности. Даже перестав работать, эти люди не сидят без дела. С выходом на пенсию у многих открываются садоводческие наклонности. Благо, для этого достаточные силы времени. Что только не выращивают на своих участках наши земляки. И это в Чувашии территория, которая относится к зоне рискованного земледелия. У меня сейчас в саду только плодоносящего винограда 70 сортов. 70 сортов круж, где-то 80 сортов яблонь испытал я. Вот размножаю где-то 50 сортов. Алыча кибридная у меня 5 сортов в настоящий момент плодоносит. Грецкий орех есть. Старшее поколение обладает не только высокой работоспособностью и трудолюбием, но и готовностью прийти на помощь. В комплексном центре социального обслуживания населения Чебоксар запустили первый в России проект «Экспресс-бабушки». Женщины-пенсионерки помогают молодым родителям приглядывать с детьми. Встречают их из школы, отводят в кружки. Проект «Экспресс-бабушки» стал победителем всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов. Это еще раз доказывает, что у волонтеров нет возрастных ограничений. Впрочем, давно известно, что границы своих возможностей человек устанавливает сам. И если он решил как можно дольше оставаться легким наповьем, активным и жизнерадостным, так оно и будет. Валентина Боброва, к примеру, на башеный кран забирается за три минуты, причем по несколько раз в день. Уже 43 года она трудится крановщицей. Говорит, что лучшей работы не придумаешь. В общем-то, ничего особенного. Многие женщины работают крановщицами. Правда, есть одно «но». Нашей героине 68 лет. Видимо, из-за таких, как Валентина Арсеньевна, Всемирная организация здравоохранения и пересмотрела возрастные категории. Теперь люди от 18 до 44 считаются молодыми, до 75 лет старшее поколение, и лишь потом наступает старость. Скульптура маленького принца появилась на Чебоксарском Арбате. Необычный дизайн памятника придумала Анастасия Соколова. Воплотил идею ее папа Дмитрий Соколов. Что вполне ожидаемо, творчество Экзюпери одинаково близко и детям, и взрослым. Ну, мне выбрали, чтобы я открыла этот памятник, сняла с него ленту. Мне это показалось безумной честью. Я очень рада, что в нашем городе появился еще один красивый памятник, который не является лишним благодаря нему. О нашем городе узнают еще многие посторонние, и это будет еще один объект для многих экскурсий. И еще одна изюминка нашего города. Мне это произведение очень нравится, и я рада, что Маленький Принц будет жить в нашем городе Чебоксары. Действительно, для нас очень отрадно, что в нашем городе появился памятник Маленькому Принцу. На сегодняшний день он уже установлен во многих городах. Это как и в Тбилиси, в Казани, в Санкт-Петербурге. И сейчас есть у нас. Мы надеемся, что скульптура Маленькому Принцу станет местом притяжения горожан и гостей столицы. Появление Маленького Принца в столице Чувашии – событие не просто радостное, но и символичное. Произведение переведено на 143 языка мира. Более того, в прошлом году, где-то в ноябре, перевели это произведение на чувашский язык. Это уже, да, знаменательное. Уже запланировано в следующем году проводить у памятника летние чтения. 145 лошадиных сил. Стильный спортивный внешний вид. Разгон за 9,5 секунды до 100 км в час. Так ли это? Давайте проверим. Ром, как эмоции? Ага, нормально. Идет хорошо. Lada Vesta Sport – это автомобиль, который собран с применением гоночных технологий и адаптирован под поездки по городу и шоссе. Это модель, где полностью перенастроили шасси и мотор мощностью до 145 лошадиных сил. Кроме этого, Lada Vesta Sport обладает яркой, стильной внешностью и имеет 205 оригинальных деталей, которые опробованы на соревнованиях российского и международного уровней. Идет хорошо, прям спорт. То есть, вот, все чувствуют. Я думаю, вот пару раз там зацеплю покрышечку. Не, нормально, вписался. Вообще классно. Если нужна тачка, Lada Vesta Sport. Ну, в общем, классно. Машина едет, едет тихо, едет мягко и довольно послушно. Я, конечно, не гонщик ни разу, но здесь я так чуть-чуть себя им почувствовал. Я думаю, что если вы любите спорт, если вы любите чувствовать автомобиль, что называется, на трассе, то надо брать. Новая Lada Vesta Sport обладает форсированным мотором Lada объемом 1,8 литров. Как отметили участники заезда, автомобиль уверенно замедляется на высокой скорости и имеет специальные настройки шасси. Азарт, информативность и комфорт. А также в автомобиле срабатывает моментальная реакция на поворот руля, что уменьшает на скорости наклон кузова. У меня самова Lada Vesta. Я ее владею буквально два месяца. Сейчас я первый раз покатался на Lada Vesta Sport. Это очень хорошая машина. У нее хорошая управляемость, хорошо находит повороты, хорошие тормоза. И в целом, я думаю, ее стоит брать. Кроме этого, Lada Vesta Sport объединяет спорт и комфорт. Передние сидения сделаны для удобства при поездке на большой скорости. Впервые на Lada функция подсветки поворотов, что очень удобно в темное время суток. Машина едет отлично, меня все устраивает. Презентация нового автомобиля, которую провели официальные дилеры Lada в Чувашии, Dialoft и Чебоксары Lada прошла на отлично, отметили гости и участники тест-драйва. Осталось лишь дождаться официальной цены на новый автомобиль. Правовые новости от компании «Гарант». Сегодня разъясняем, как воспользоваться новым налоговым вычетом на 6 соток. На вычет имеют право пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, ветераны военных действий, герои Советского Союза и другие граждане. Для использования вычета, если у налогоплательщика имеется несколько земельных участков, можно обратиться в налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому применяется вычет. Уведомление можно подать до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. Если уведомление не поступит, то вычет применяется автоматически в отношении одного земельного участка с максимально исчисленной суммой земельного налога. С началом нового учебного года у родителей возникает немало вопросов. Один из них – об участии школьников в так называемой внеурочной деятельности. Участие в ней является обязанностью всех школьников, отмечают в Министерстве просвещения России. Хотя до этого предполагалось, что внеурочку ученик мог посещать по желанию. Организация внеурочной деятельности на добровольной основе прямо предусмотрена школьным САНПИНом. И школы обязаны его соблюдать. И соответствующими в ГОС. Образовательная программа, согласно требованиям в ГОС, включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности. То есть две разные части. При этом закон об образовании обязывает ученика посещать учебные занятия, предусмотренные лишь учебным планом. О посещении занятий из плана внеурочной деятельности закон ничего не говорит. Однако Минпросвещение России представило правовое обоснование. Посещать внеурочку нужно потому, что план внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы образовательной организации. Еще одна новость. Сенаторы предлагают наделить полицию правом получать от сотовых операторов данные о местонахождении человека без решения суда. Соответствующие изменения планируется внести в закон о связи и закон об оперативно-розыскной деятельности. Как поясняют авторы инициативы, успех поиска пропавших лиц зависит от своевременности принимаемых оперативно-розыскных мер. Однако сейчас правоохранительные органы не могут получить доступ к указанным выше сведениям без предварительного решения суда. А на это необходимо время. Принятие поправок, как рассчитывают их разработчики, позволит правоохранителям действовать более оперативно. Отметим, что на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, преследующий те же цели, но касающийся лишь поиска пропавших детей. Блеск огней, удивительные аттракционы и ловкие артисты. В столицу Чувашии впервые приехал цирк Виват. Конно-цирковой форсаж – так называется новая программа цирка. Клоун Захар рад каждому зрителю в зале, ну а дети от него просто в восторге. Мне понравился клоун, как он бросал мячики. От выступления воздушных гимнастов в зале замерли все. Еще бы, трюки под куполом цирка артисты выполняют без страховочного троса. Мне больше всего понравились акробаты, здесь красивые спецэффекты, все очень круто. Пожалуй, самый массовый и зрелищный номер у гимнастов на подкидных досках. Целизованные народные костюмы и музыка под стать. Их выступление занимает не больше 12 минут, но за этим стоит большая подготовка. Чтобы номер получился, артисты репетируют по 8 часов в день. У нас есть чем их порадовать, зрители. У нас много животных, у нас сильные номера, сильная программа. Все профессионалы своего дела. У нас мастера спорта по акробатике, чемпионы Европы работают. Все желающие могли почувствовать себя в роли циркового артиста и подняться по канату под купол цирка. Это очень сильно дух захватывало. Животные – основная составляющая цирковой программы. Никого здесь только нет. Аравийские верблюды, шотландские пони, каталунский ослик. Особый восторг вызывают лошади и их наездники. Мы пришли с папой и сестренкой сюда. Нам очень нравится здесь. Честно говоря, верблюды, в большинстве, в большинстве. Если вы еще не увидели своими глазами выступления артистов, не расстраивайтесь. У вас еще есть такая возможность. Цирк пробудет в столице Чувашии до 14 октября. Их шотер находится на нижней парковке торгового центра «Мегамол». Шоу идет по четвергам, субботам и воскресеньям. При покупке трех билетов четвертый в подарок. Ну и, конечно, для самых маленьких зрителей детей до 4 лет вход бесплатный.